Я приветствую всех ценителей советских ювелирных изделий. Сегодня у нас особая передача, так как в ней я решил рассказать всему миру о той конкретной задаче, которую я поставил перед собой, перед всей нашей командой и всем, конечно же, проектом советских ювелирных изделий. Задача эта не является коммерческой, но тем не менее стремление к ней уже обогащает всех инвесторов, которые поверили в этот проект, но и также нас самих, как абсолютных лидеров на рынке советских ювелирных изделий. Можно даже сказать, мы ведем весь рынок советских ювелирных изделий. Но хочу я открыть это видео именно так. Значит, как вы видите, перед вами чаша, наполненная советским золотом. Сделал я это неспроста. Здесь довольно-таки интересный смысл. Так как эта чаша, я считаю, идеально отображает то состояние рынка и, можно сказать, сам рынок советских ювелирных изделий во всем мире и особенно в бывших странах СССР, бывших республиках СССР. То есть, если взять все советские ювелирные изделия со всей России, собрать их в одну кучу, вот примерно вы это и увидите, просто в более обширном масштабе. Как вы видите, в этой чаше находятся шпильки, броши, кольца и браслеты, тяжелые часы, цепи. Одним словом, все то, что сейчас, конкретно, прямо сейчас находится у населения бывшего СССР. Во всех странах бывшего СССР. И это важно понять. С этого, наверное, мы и начнем. Население бывшего СССР, все бывшие республики, сейчас страны, обладают огромным количеством советских ювелирных изделий. Будь то они из золота, из серебра. Кстати, когда я буду говорить о советских ювелирных изделиях и даже о золоте, то помните всегда, что советское серебро также высокоценный актив, который стоит инвестировать, который будет только дорожать. Но, еще раз возвращаясь к главной теме, у населения бывших республик, сейчас стран бывшего СССР, находится огромное количество советских ювелирных изделий. Распределено оно все равномерно. И можно сказать с уверенностью, что в России, Украине, Белоруссии особенно, да и в других странах, как прибалтийские страны, Литва, Латвия, Эстония. Также у Кавказских стран, скажем, в Армении, Грузии, Таджикистане, Казахстане и так далее. У этого населения, можно сказать, у каждого второго, третьего человека, может быть, при Балтийских странах они избавляются от своего советского золота и зря. Но, тем не менее, в среднестатистической у каждого третьего человека есть одно, два, может, три и больше советских ювелирных изделий. Скорее всего, одно из золота и несколько из серебра. Что это означает? Это означает, что у каждого гражданина, любой из бывших стран СССР, бывших республик СССР, если быть точным, есть вот именно эти ювелирные изделия, которые сейчас составляют и питают весь рынок советских ювелирных изделий во всем мире. Вот, у каждого человека одно или два изделия таких есть у себя дом. И как лидеры всего рынка советских ювелирных изделий, вот наша задача. И она очень проста и очень понятна будет всем. Мы хотим обогатить каждого владельца советского золота, серебра, а если есть и редкие, то из платины и палладия. Но это очень редкие советские ювелирные изделия. Но в целом мы хотим обогатить народ, мы хотим обогатить людей, будь то они в России, в Украине, Белоруссии, Литве, Казахстане, Армении, во всех бывших республиках Советского Союза. Это наша главная задача. Реально обогатить людей, реально сделать так, чтобы у людей появились деньги. Может быть не в наличной форме, но они появятся за счет повышения ценности их советского золота. Повышения ценности их активов, которыми они обладают. Как мы это уже не раз писали и говорили на нашем сайте, нам уже удалось повысить цены на советские ювелирные изделия, особенно на золото, на золото в 4 раза, а на советское серебро, можно сказать, даже в 6 раз. Нам уже это удалось, благодаря нашим постоянным рекламным акциям, историческим исследованиям, репортажам, видеорепортажам, которые вы сейчас смотрите, книге, которую я опубликовал совсем недавно, она опубликована в печати на русском языке, но также она опубликована и для англоязычной аудитории, которая сейчас все больше и больше осознает, что действительно советское золото это ценность, и что приобретая его, они в будущем заработают деньги. Но опять же, возвращаясь к нашей главной задаче обогатить людей, мы это делаем вот именно таким путем, повышая стоимость советских ювелирных изделий. В среднестатистическом масштабе, то есть повышаются цены примерно на все, что вы здесь видите, от часов до колец, еще раз до цепей и тому подобное. Вот наша главная задача, и она уже, можно сказать, на несколько там, на 20% мы ее осуществили, то есть повышение в 4 раза. Мы считаем, что советские ювелирные изделия будут астрономически продолжать расти в цене, так как это ограниченные изделия, больше их не будет никогда. Также это высококачественные изделия, у них уникальная история и много других характеристик, которые, если вы хотите узнать, можете прочитать это в моей книге. Но, еще раз, это очень серьезная тема, которую мы затрагиваем, потому что, если почитать реально, то есть если у населения России, скажем, у каждого второго и третьего человека есть советское золото и серебро, и мы повышаем его в 4 раза. Это его стоимость, и это реальная стоимость, то есть это реальная рыночная стоимость, которую вот люди берут, эти изделия сбрасывают их на интернет-аукционах, как молоток.ру, ebay, в Украине на Укра, Виолити и другие аукционы. По всему миру они берут, реально сбрасывают то, что люди им платят. То есть это деньги, которые люди получают. И об этом нужно задуматься, потому что, скажем, без нашей работы, если бы наш проект не существовал, ничего бы даже близкого не было, то вот вам реальная статистика. Сейчас на ebay, так как Украина двигается ближе к Европе, им разрешили, скажем, или таможня смотрит в другую сторону, официально, насколько я знаю, экспорт золота из Украины не разрешен. Но, тем не менее, сейчас факт налицо, что на интернет-аукционах, как и ebay, международные платформы, продается огромное количество советских ювелирных изделий, особенно золота и серебра. Платин и палладия, опять же, это очень редкие изделия, если вы их видите, обязательно покупайте, держите, они будут очень сильно дорожать в цене. Но, тем не менее, огромное количество советского золота и серебра, еще раз, из Украины. Ну, вот, сами зайдите на, скажем, либо наш веб-сайт, у нас есть прямые ссылки уже, где вы нажимаете просто кнопку, он идет у нас на ebay, где вбиты конкретные поисковые слова. Но можете сами зайти на ebay.com и там написать Soviet Jewelry или Soviet Silver 875 или Soviet Gold 583, и вы увидите, сколько изделий там, потому что будет написано From Ukraine. Думаю, что все поймут, откуда это. Так вот, возвращаясь, кстати, к этому примеру Украины, если бы мы не существовали, мы не вели этот рынок, не старались повышать максимально цены на всем рынке, одновременно, безразлично, какое это ювелирное изделие. И тут нужно понимать, что есть очень редкие советские ювелирные изделия, золото и серебра, которые растут, уже выросли в 10 раз, в 20 раз и больше. А есть некоторые, которые выросли в 4, некоторые в 2. Но в среднестатистической мы уже конкретно имеем достаточно доказательств, что наша деятельность повысила цены на советские ювелирные изделия, особенно на золото конкретно, я говорю, в 4 раз. Если бы мы это не сделали, то сейчас все эти продавцы и тяжелая экономика Украины, которая вот-вот сейчас вроде бы разрушится, и все эти люди, которые сбрасывают это золото на международный рынок, сейчас бы получали в 4 раза меньше. То есть представьте себе, сколько сейчас Украина получает за счет, и причем получает не государство, не политики, не еще кто-то, а конкретно народ. Народ, который обладает этими ювелирными изделиями. И тут не нужно думать, что это какие-то бизнесмены, это какие-то торговые лавки, так как практически все население имеет эти ювелирные изделия. Но тут я должен заметить, мы как раз агитируем, чтобы люди их придержали и оставили, потому что цены-то будут расти, и это глупо расставаться с ними сейчас, тем не менее, тут что говорить людям, если им нужно есть. Поэтому мы не хотим влазить в личный бюджет каждого человека, мы просто констатируем факт. Но берем, скажем, страну как Россия, 140 с чем-то миллионов, скажем, если там каждый третий, ну скажем, 50 миллионов человек есть советских ювелирных изделий, им одно, два, три или больше, то есть это как минимум уже 50 миллионов советских ювелирных изделий, которые повысились в 4 раза. Если они изначально стоили там, ну, на вскидку 500 долларов за золотое хорошее кольцо, то сейчас оно повысилось в 4 раза. Но, если быть откровенно честным, оно до этого стоило 100 долларов до нашей работы, и сейчас оно стоит 500 благодаря нам, то есть вот это повышение в 4-5 раз, некоторые ювелирные изделия повысились и больше. То есть сейчас наша задача как раз-таки толкать весь рынок дальше, чтобы те кольца, которыми вы обладали, дорогие граждане бывшего Советского Союза, стоили уже не 500 долларов, а 1000, 2, 3 и больше. И много очень изделий уже начинают переходить этот барьер, особенно если в них есть какие-то маленькие драгоценные камушки, которые сами по себе, если их выкорить, ничего не стоят. В Советском Кольце сразу же уже легко продаются за 1000, за 2 и больше. Уже видели Советские ювелирные изделия, которые продавались по 10-20 тысяч долларов. Но это уже на частных аукционах, но тем не менее это происходит. То были уже эксклюзивные раритеты. Но тем не менее, если сравнить это с 2006-2005 годом и до этого, до того, как началась наша деятельность, до того, как я начал писать это все в 2007 году, потом мы уже официально пошли в 2009, заработал сайт в 2010 и тому подобное, вот до этого времени можно было зайти на тот же самый ebay, посмотреть, как советское золото, такие массивные тяжелые кольца, браслеты, цепи, еще раз говорю, все, что вы здесь видите, вот это все стоило там 150 долларов, 100 долларов, абсолютно, шло как абсолютный лом. Поэтому вот раскрыт секрет. И мы призываем всех людей, которые неравнодушны к своей истории, инвестировать в нее через приобретение советских ювелирных изделий. У кого очень маленький семейный бюджет, делайте это с серебром. У кого есть какой-то капитал или сбережение, приобретайте золото. И тут я должен сказать насчет советского серебра, оно растет быстрее золота. Быстрее. Просто оно дешевле изначально. Сумма на них продажена изначально ниже. Но тем не менее, рост его намного превышает золота. Это просто факт налицо, и вы можете посмотреть наши репортажи о том, что конкретно уже продалось на таких интернет-аукционах, как ebay. И вы увидите, мы конкретно показываем, вот за сколько было продано одно то или другое. Потому что раньше советское серебро, опять же, до начала нашего проекта, оно вообще там продавалось по 5 долларов, по 3 доллара. Максимум там 10-15 долларов за какое-нибудь такое тяжелое или кольцо, или серьги, комплект со всеми документами изначальными советскими, стоили абсолютно гроши. А сейчас? А сейчас они уже 50-80. Многие 200 доходят. И это за советское серебро. Поэтому не регнорируйте его. Тем не менее, тот, кто хочет конкретно посмотреть рынок, может найти очень по хорошим ценам и очень хорошие советские ювелирные изделия из серебра. Также это можно сделать из золота. И, кстати, здесь важно отметить такой момент. Потому что многие нам пишут и говорят, что в последнее время советское золото не растет в стоимости теми темпами, которые вы утверждаете. Здесь нужно учитывать тот факт, что еще советское золото не оторвалось от золотых слитков, от самого золота к металлу. Оно еще не оторвалось, я это писал в книге, что оно пользуется всеми плюсами привязанности к золоту к металлу. Но тот, кто смотрит этот рынок, золото сейчас идет вниз. А тот, кто смотрит рынок советских ювелирных изделий, как я и вся наша команда, советское золото стоит или растет. И это учитывая при том, что из России, первой стране, которая обладает самым большим количеством советского золота и серебра, на международных торговых площадках, в обход всех регуляций, запретов таможни и всему подобному в России, и сейчас на ebay конкретно появилось огромное количество этих исторических раритетов. Из Украины поплыло еще больше. И из стран бывшего СССР, как особенность Прибалтики, также большое количество советского золота выбрасывается на рынок. И при всем этом, при понижении золота, как металла, в цене, при повышении количества возможных экземпляров на рынке, которая удвоилась практически, цены на советские ювелирные изделия, особенно золото и серебра еще раз, остаются стабильными и потихонечку продолжают расти. И учитывая еще тот фактор, что это было лето, и мы как бы взяли большой отдых и не сильно занимались рекламой и агитированием этого развития и развитием всего этого рынка, что сейчас наступает рабочее время, и мы начинаем это еще раз делать. Поэтому все могут быть уверены, что цены на советское золото и серебро будут только расти, расти и расти, и мы этому будем всячески сопутствовать. То есть все, кто уже владеет, все владельцы советских ювелирных изделий, все инвесторы, все коллекционеры, кто обладает вот такими раритетами, все ожидайте их рост, стоимость. Поэтому вот наша главная задача. Еще раз, мне очень важно обогатить народ. Вот. Вот эта самая главная задача, она не является еще раз коммерческой. Я от этого никак не зарабатываю. Никак не зарабатываю. Я просто лично для себя поставил эту цель, чтобы граждане России, еще раз Украины, Белоруссии, как минимум, но, включая все страны бывшего СССР, от Прибалтики до Кавказа, заработали вот на советском золоте. Заработают через повышение его стоимости. То есть, скажем, вчера оно стоило 100 долларов, а сейчас 200, 300 или 400. И вы можете реально пойти в ломбард, пойти на интернет-аукцион и продать. Это дороже, потому что все знают, «Ага, советское золото ценится». Вот какая задача, и мы ее осуществляем. Мы осуществляем ее успешно. И я уверен, что... Ну, я даже не нужно быть уверенным, люди это уже почувствуют. Советское золото уже стало цениться, как исторический раритет. До того, как я занялся этим проектом, такого ничего не было. Уже начало цениться. То есть, сейчас задача это дальше, дальше и дальше толкать, чтобы вообще каждый граждан бывшего СССР почувствовал это, запомнил это, понял это, осознал. И когда он видел советское золото, он, «Ага, это наша история, это моя история». И тут не нужно думать, что, скажем, в Украине они все это сбросят, потому что был мощный Киевский ювелирный завод, а также много других. Одесский ювелирный завод был мощнейший. То есть, это и украинская история, также были в Прибалтике во все ювелирные заводы, артели, фабрики и тому подобное. Они были и на Кавказе, везде. То есть, каждая страна, бывшая республика, сейчас страна СССР, может, и каждый житель этой страны, может найти что-то, которое непосредственно связано с их историей, которое дорожает, которое уникальное, редкое, неповторимое, и которое привлекательное, которое изделие, которое привлекательно инвесторам уже, и международным инвесторам. Поэтому задумайтесь об этом. И, кстати, напоследок могу сказать, что сейчас очень много советского золота приобретается в Израиле. Поэтому, косвенно или нет, это не была страна бывшего СССР, но, тем не менее, в Израиле сейчас очень много коллекционеров советского золота. Мы с ними переписываемся активно. и они очень заинтересованы в его повышении стоимости на их приобретенные активы. Поэтому вот такая ситуация, вот наши задачи. Надеюсь, вы с ними согласитесь. И вперед! Инвестируйте в советские ювелирные изделия. Желаю вам успехов, а самое главное, хорошей прибыли. Счастливо!